приветствую всех с вами низи рамос я возвращаюсь к 1 файнал фантазии прошло очень приличное время сих пор как я последний раз играл в первую часть настолько много что у меня не осталось и зачатка старых от старых сохранений которые были там поэтому я перепрошел вот такие вот составом потом что-то на меня нашло и я решил перебрать его чего таким составом тогда это карта мира а вот это что я завершил финальную прошел финального босса в таком состоянии два белых мага и два черных мага достаточно мощный на самом деле состав хоть и не обладает большой физической мощью хотя это конечно можно поспорить конечно сейчас дайте-ка я вот сюда зайду чисто посмотреть кое-что вот оно что так но это перед финальным боссом нас это сейчас не интересует я перезапущу пока его эмуляцию и продолжать я буду вот с этого сохранения поскольку нас очень много осталось контента так сказать непознанного говоря я где-то разъявил мазамуна в этот раз я сейчас убила у черных магов нет мазамуна и даже не без понятия где конкретно его прозявил такой уровень у нас 66 у всех характеристики вот такие я добился того чтобы не никто не умирал поэтому у всех абсолютно одинаковая единовременная прокачка идет а да погодите еще я показать как я упорвался некоторое время вот так вот я тупо дошел до самого конца игры играя одним белым магом кстати даже известно что всего 2 миллиона опыта надо набрать как видите другие персонажи вообще не получали опыта я чисто одним белым магом прошел до финального босса но он мне пока не поддался я не могу его силен у меня быстренько выносит поэтому это такое сбегу хоть покажу битвы какие-нибудь проходит это пока такая возвращательно ознакомительная серия игрой тематом должен быть и вот таким вот образом все со всеми сражаясь используя предмет который использует позволить используя черную магию это работает даже в оригинальной поймал фантазе на нес а нашу фами ком конечно да у кусают достаточно больно иногда почему-то непонятно три человеками атакует и 4 ничего не делает как вы понимаете не вот книги ли мне вообще сейчас не нужны а вот здесь у нас покажу как я с боссами сражаюсь естественно первым делом на себя защиту от всего общую такую магическую защиту следом естественно же физическую защиту это ведь он меня под физической защитой вот так ударил так четыре удара и у так и метод мерцание не закона правильно называется подлечимся да вот мерцание чисто что промахиваю промахивался босс и босс вразумеется я не буду долбить вот этой штукой покажу сколько она сносит вот так сказать было мгновенной смерти на 112 сносят это это мало поэтому босса фигашку и шут этой штукой святой магией она бьет нескольких поприличнее из вот этого босса именно здесь может выпасть оружие вроде как даже хорошая вы как видите после чего такого серьезного мне не делает где вы посмеетесь но я могу сказать кто был самым злым пожалуй для меня боссом не считая конечно финального 2 послужить босс в игре это астас вот в таком прохождении да да тот самый темный эльф который по сути второй босс игры после гарланда что полноценных боссов после этого после гарланда и до астаса нет это сложным исключительно потому что он обладает заклинание которое просто наносит мгновенную смерть персонажа и на тот момент нет никакого способа защититься от этого вот уже сильно позже появляется колечко защищающие от смерти в конце концов заклинание у белого мага нейтрализующие смерть вот с астасом я мучился долго мне же еще приходилось его долбить чисто молотком потому что у меня не было никакой атакующей магии у меня там помню 400 здоровье а я сносил где-то там 5-15 ну в среднем такое понятно дело что можно абстрагироваться и более точно посчитать но суть вы поняли что в той попытке в которой я смог завалить это заняло конечно очень много времени и он три раза на меня использовал смерть который по счастливой случайности не сработало значит я завью этого тиомата его мы с вами все-таки вернемся к тому сохранению с кучкой магов заваливаю чистое что вот показать как бы я уже именно в эндгейме проходит битву если вам интересно будет вот такое прохождение я могу попробовать его повторить но конечно это будет сложно опять же в плане что это очень много времени у меня ушло на прокачку ну сами понимаете прокачался до финального уровня а до асоса я где-то до 30 прокачался ну сами понимаете в самом начале игры до 30 уровня прокачаться и я ничего не знаю насколько реально вообще победить хаосом в таком виде ну да вот и победили тиомата ну естественно ничего не выпало кто сомневался иногда чтобы ускорить эту анимацию я использовал функцию ускорения эмулятора как можете сейчас заметить это просто быстрее проходит конечно прохождение буду этого избегать ладно возвращаемся загрузить игру и а кстати сколько вот видите 30 часов вот у меня заняло хотя на удивление очень незначительно больше чем прохождение за четырех магов ну вот к этому сохранение возвращаемся и что у нас здесь ждет так это я был я где сейчас я здесь первым делом мы с вами пойдем так где у нас вот что действительно это оно так тут есть 4 стихийных так сказать подземелья которые открывались после победы над стражами а есть другая категория подземелья когда эти как сделать чисто сохранение чтобы ничего не сбить себе а хотя да я это сейчас предпочту даже все таки отключить ну да бедный паук не ужок а кстати говоря да 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 хотел показать вот вот этот посох может выпасть с тиамата если я не ошибаюсь а то мне собственно с него и выпал который лучше чем молот Тора так что да да есть у нас здесь еще миазма сочится через стену коснуться стены касаемся стены появилась дверь на самом деле тут еще была некая катсцена но кстати дайте-ка я попробую вернуться в город с вашего позволения сейчас я быстренько все таки ускорю пока мы находимся в стартовой локации чисто чтобы добежать быстрее красавчики просто сбежали а ну да что я пешком побегуешь ли а нету так сейчас дайте-ка я еще разочек я тоже сделаю да я знаю я уже задолбал наверное этими перезапусками я подумал что может быть будет возможность увидеть эту заставку ну как заставка там просто так это замок астаса как раз а нужное место где-то вот здесь вообще да 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 нет в общем вот тут какой-то непонятный мужик стоял когда с ним поговоришь он просто уход по-моему что-то про светилище хаоса упоминал и сваливал а потом просто появлялся здесь ну и нам показывали катсцену как он добирается до той двери принося смелый и 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 вот этот мужик появлялся там. Здесь находится лабиринт времени. В общем, владение некого повелителя времени. Превосходя время и пространство, мастер захватил это святилище. Вы, кто вошли в это место, несомненно обладаете силой достойной чести, однако все выбрали. Все вы пришли к пониманию, как работает мир. А, все, что вы знаете о том, как работает мир, будет оставлено под вопрос здесь. Устройство загадки, созданные, чтобы протестировать у вас находится в этом лабиринте. Миязма вытягивает силы тех, кто не успевает вовремя. И, типа, монстры. Ну, в общем, я так понимаю, там монстры появляются. Пожертвуйте способностью света времени перед покупкой времени, чтобы отдалить миазму. Только решая загадки, вы сможете пройти через лабиринт. Возле каждого устройства и загадки есть табличка. Проконцентрировать с табличкой, чтобы активировать этаж. Те, кто пройдет испытание, и у кого останется время, разобьют синюю печать, открывающую путь. Те, кто пройдет после окончания времени, пробьют красную печать. В общем, здесь не будет уйти назад. О. А. Да, он нам... Повторяет все это. Странный человек. Давайте... А, кстати, смотрите, сохраняться вообще здесь нельзя. И, по-моему, единственное место в игре, где сохраняться нельзя. Да, это вообще... Какие места не встречались? Современный лабиринт. Я свет времени. Те, кто ищет... Что-то должны дать мне... Ну, подношение в обмен на силу, которую пожертвовать, я подошу вам подарок времени. Ага. Так, а что мне... Не особо нужно. Так, ну, без вещей, я думаю, можно. А, вот. Не... Не... Без побегов. Я думаю, мы справимся. Ну, значит, дэш. Не знаю, даст, в принципе, приличное время. Да, давайте вот это еще сделаем. Потому что... В принципе, я так уклоняюсь не настолько часто. Я уже с романа negatif, мы в Carmelo. Туттуттутутут... Туттутту... Туттутут... Ту-ту-ту-ту... Ту-ту-ту-ту... Туттутутты... Туттут NR. Свет времени говорит, не говорит с теми, когда время еще не пришло. Так, темные элементали. Допустим. Хотя время, интересно, идет вне битвы, чем в битве наоборот. А, вот эта вспышка, наверное, слепоту навешивает. Хотя, не очень сильная. Нормально. А далее. Кто-то, защита у них очень не кислая. Так, 17-0-1. Так, хотел вот так попробовать. Не, атака очень слабая. Я вот так он. А, ну окей, вспышки хватает. Кстати, а время-то идет. Да, это, кстати, вообще плохо, что время еще идет за это. Так, это что-то просто быстрее сработало. Пускай оба кастуют вспышку. Я без понятия, что тут надо делать, куда идти. Так, ты этот. Ты вот этот. Не, чувствую, я не успею никуда. Не надо бог сказать, тогда еще атаку уменьшить. И точность. И точность. Тогда бы мне дали больше времени. Ага. Если я там увидел место, в которое предположительно нам может быть надо. У него будут, конечно, долгие. Красавчики. Поняли, что запах в жареном. Опа. Найдите шесть ям и шесть камней. В общем, если вы затолкнете его куда-то узкое место, вы не сможете его вытолкнуть. Ага. Так, вот это можем подвинуть. Допустим. Опа. Вот сволочь. Он съел пластинку, что ли? Да куда ты делаешь? Ага. Этот робот позволяет сбросить те... Те, которые неудачно. Которые роботы съели. Уйди. Которые роботы не жрать. Моя. Да уйди. Скотина. Да вообще скотина. Он задолбал. Уйди нахрен. У него что ли уйти? Уйди. У него что ли уйти? Да. Да вы скотина вообще. Вот скотина. Число. Да вшатаю. Расползались как черви. Ну хорошо, а теперь перезапустить этаж можно. Да вот козлина вообще. Серьезно. Уйди. Животные. Ага. А где-то лучше вот так сделать? Это вот так. Так. А, одна все осталась. Не, ну этот этаж по крайней мере я должен успеть. Да. Как раз уменьшится отсюда. О, можно его прогнать подальше. В крайней мере одного. Синяя печать была сломана. Ага. Ой, опять враги. Каменные горгули. Ооо. Я даже забыл второму выдать команду на магию. Я уже забыл что тут враги бывают. Здесь конечно во врагах проблема именно что они очень долгие. Просто абски долгие. А где я синюю? Что еще и найти саму печать надо? Да. Вы серьезно? Угораете? Они по-моему угорают. Охренеть. Можно. От такой заявочки знаете ли. О. Он помер. Что-то он слабенький. Обычно эти драконы прилично так сильнее других рядовых врагов в своей локации. Ну как. И связь я не хочу использовать. Она очень долгая анимация. Ой да это не очень быстрая. Но связь она вообще очень долгая. Скорее всего здесь должно быть. В общем можно запомнить о меткости и атаке физически можно спокойно отказываться. Она не нужна. А вот побег не нужно убирать. Иногда выгоднее будет посбегать от них. Средневековое подземелье. Я свет времени. Так это убрать. Атака. Меткость. Нет вещей. Пожалуй вот так. А. Надо было еще. Нет атакующих предметов. А. Ааа. Кто это кстати не учел. Хм. А. Ааа. так. Значит все таки они не складываются. на каждый. сектор этажей. отдельно. Поизучите облако летающих мышей. Поизучите облако летающих мышей. поизучит облако летающих мышей. Так вот. Вот с этой. Вот с этой я еще не говорил. с этой. Так все. С этими всеми. Так вот этой нет. Ааа. А я как не посчитал. О, серьёзно, я угадал. Серьёзно, как так-то? Я думал, надо просто поговорить. Типа, проблема в том, что они перемещаются и не нужно там найти нужное, пока они там друг друга запутывают. Но это чисто повезло. Я, кстати, не знаю, что я сделаю. Я сейчас поставлю курсор на память. Ого, посмотрите-ка на него. Чё, живой? Так, вы на защите. Кстати, а зачем я вас бью вообще? Непонятно. Ну ладно. Я же их уже бил. Зачем мне их ещё было бить? Хотя, кстати, и от всех уже можно сбежать. О, а так намного быстрее. Меньше времени тратиться на вот команды. Я думаю, где-то половину битвы занимало, ну не половину, конечно, четверть битвы занимало то, сколько я вводил эту команду. Вот это интересно вообще, что за это подземелье предполагается в награду. О, белый клык. Нет, это было хорошее, лёгенькое подземелье. О, сейчас пока я могу использовать вещи, надо установить. Опа, а чё это так жёстко? Хм. Без магии я ничего не сделаю, тем более это очень молодая даст. хм. 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 Без побегов это не вариант, мне кажется, потому что там зачастую должно быть можно убегать. давайте попробуем так, без быстрого бега. хм. 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 Ух. да, вот это конечно, да. да. Ну кстати хотя бы тут врагов нет. И что на что здесь врагов нет я спокойно отказался и от боевой команды, вместо бега. Ага, это я здесь начал что-ли? Угу. А что там внизу что-то было? Какой-то единственный такой путь вниз. Ага, здесь только свечка была. Здесь ничего. Я думаю где-то свеча может секунд 30 живет. Кто ее знает? Скорее всего да. Тут пол свеча где-то была. Нет? Где-то было за стеной. Тут стена? Да, тут стена. А, вообще 20 секунд полным даже. Ага, тут камень. Мне ничего не нужно. Ага, это я сам в начале уже. Удивительно. Том чай здесь еще не потрогал. Здесь что-ли? Тут, ага, с этой стороны камень. Здесь просто закрыто. Здесь камень. Здесь стена. Здесь свеча. Здесь стена. тупик, по-моему, да? Да. Окей, вверх прочистили. Окей, с этой стороны тупик. Да, с этой стороны тупик. Значит, в эту сторону надо идти. Так, тут единственный путь. Тут нет пути. Тут нет пути. Тут нет пути. Тут нет пути. Детик наверх. Угу. О, тут, кстати, я, по-моему, не был. А, нет, тут я был окей. Это вот это место. Стоп, ар. Что за? Вот так, что ли? Так, это... Сюда я вот так что-ли ушел, да? Получается, здесь тупик. Здесь снизу тоже тупик и ничего, да? Да-да, это вот это место. И тут ничего. Окей, эту часть прочистили. Значит, это здесь должно быть. Близко уже. Может здесь? Так. Такого коридора я точно не видел. А, вот я попал. За стену. За те много-много стен. Который я видел. Да-да-да. Иначе где-то, скорее всего, с этой стороны будет. Так. Стена. Мужчесть. Это долго. Соглашусь. Ага, тут нет. это чувство я сейчас завалил камень сверху о синяя печать была раскрыта какие все-таки смогли найти да уж забавно и это прям мне еще надо успеть добраться пока время не вышло до выхода я даже не помню как я дошел очень хорошо что здесь нет битв это я так далеко вниз шоу охренеть нет чё за угораете что ли давно я не пойму откуда я взялся вообще не отсюда вот отсюда нет не так по моему да вот так а это я на самый выход уже пришел выход из этого лабиринта теперь нужно просто вокруг пойти и найти эти опа а вот это не хорошо я только хотел сказать что его как-то пройти я успею так оказалось что не факт то что я и успею так ну и тут я решил посражаться чисто чтобы занести их в пестиаре как минимум так он снэч отлично не сдохли ну зачем Это вообще что? Это станус какой-то или это смерть? Если смерть, она не должна сорваться, потому что у меня у всех должна быть защита от нее. Ой, да ладно. Тарапар, папар, папай, папай, папай. Камень. Наложили такую кучу. Или мне надо было в самом лабиринте искать еще? У меня те в печати. Что хрена села с тут? О, они еще умеют, оказывается, задраться. Не знал. Бешеный огур. Хм, хотя одним ударом он нанес урона больше, чем над другой двумя ударами. Спасибо, поржал. Достаточно жирничий, кстати. Напиток силу. А, ура, я завалил подземелья, да? Похоже, да. Серьезно. Если я успею быстро добраться до выхода, точнее до входа, может быть я успею через сам лабиринт пройти. Но вряд ли. Я слишком много времени потратил. Сейчас еще враги, если на каждом ш... А, нет, уже все, пофиг. Ну да. Тут еще какой-то путь замороченный. Я бы даже не успел вообще без врагов. Ну, да, не успел. В принципе, сам виноват. Окей, я знаю где, но вон там выход. Ну, конечно. Быстро. Пустите. Хватит меня бить. Я успел, типа. Здесь мне просто урон наносило, да? Вон буквально на секунду опоздал. Ох, я свет времени. Я обменяю силу на время. Так, дайте-ка я немножечко восстановлюсь. Так, без вещей. Атака у половинина. Атака у половинина. И защиту тоже. Средневековое подземелье. Ох, ни хрена себе. А че-то я, по-моему, зря так. Хе-хе. Я не ждал, что это настолько жестко будет. Они прям просто выносить будут полностью. Так, по крайней мере, сейчас должны выжить, если по двум не ударят. Секхриты. Серьезно? Охренеть. Какие же лучи штуки? Не, защиту уменьшать нельзя ни в коем случае. Какие же лучи штуки? Не, защиту уменьшать нельзя ни в коем случае. Ну и че-то я сейчас этим себе вообще завалил проход. Табличку вижу. Да уж. Че-то я его не подниму. А тут нет прохода. Не-не, ухренеть не! Не-не, ухренеть. Ага, окей. Запомню, тут выход. Не-а, а-а. Чё, серьёзно, с вами надо заражаться? Не, ну сейчас мне банально времени из-за врагов не хватит. Серьёзно, я такие же лучи. Я не с ними, что ли, сражался до этого? Ну, получается так. Я просто думаю, это они были. Чё я тогда... Стоп, я же от них спикал. Опять В. Опять В. Четыре. Свалите. Ребят. Убегите отсюда. О, можно всё-таки сбережать. Заклик, заклик, заклик. Убегите. 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 Это странные для меня. А, я не посчитал сколько кого-то было. Первый был гном, конечно же. После русалки, русалка по-моему шестая была, фея, нет, не ну это я не пройду, это сразу говорю, драгон, фея, пират, консовщица, ухренаси все разные, не я сейчас это тут точно ничего не запомню, ничего не отвечу, пират, блин второй или третий он был, он третий. Так, консовщица нет, драгон нет, это нет. Нет, это точно без вариантов, ну точно не это, не это, и по-моему не фея, летучая мышь или метла, пускай будет, охренеть, чисто повезло, серьезно. Так, и на две, сюда, и в бог. Я удивлен, нахрен, секхариты. Не, ну тут реально изначальный хаос, и что другое. Так, ну и давайте еще одну штуку пройдем. Так, это не надо, окей, это не надо, но я так, а мне не нужно, в принципе. За счету уменьшать нельзя, нахрен. Когда вот придет время заканчивать серию, я сделал быстрое сохранение исключительно просто, чтобы сохранить возможность. Хм, что бы это ни было. Так, от этих можно сбегать. Окей, сейчас хоть они не такие опасные. Нет, от вас можно сбежать, я знаю. Неужели мне надо было D99 прокачаться? Понятно. Хренасе. О, то есть они получаются такие же долбанутые. Ой, т.е. они получаются такие же долбанутые. независимо от моей защиты что серьезно это выход что-то так окей это выход оба подземельник окно это не сработает это просто заклинание магнамина смерти это случайно кнопку нажал ускорение надеюсь им хватит отлично отлично когда первый удар по идее всегда можно избегать о червь бездны отлично Приноси червяк. Не, они здесь немножечко жесткие. Вот и вот все резко. У тебя, кстати, уже очень большая получается, по идее. Сколько ему четвертого дорожа наношу? Оно еще живое? Охренеть. Как так-то? Я не представляю, как это вообще можно было бы приходить с оригинальной системой, когда у каждого уровня магии были отдельные очки. То есть, магию там первого уровня столько-то раз можно было использовать, магию второго-тракого-то. заполнить мелодию, воспроизводить ее в ноту, в ноту. создать мелодию, которую вы слышите, наступая на платбор. красный, красный и красный, красный. Красный, красный. Нет. Желтый, красный, синий. красный, синий, это случайно, красный, синий, красный, красный, желтый, зеленый, серый, желтый, красный, желтый, красный, желтый, зеленый, серый, желтый, красный, по-моему, да? Синий, зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый, красный, желтый, красный, желтый, красный, серый. так что так два три и один два а последний желтый надо было 1 2 3 что не так зеленый 1 2 3 желтый 12 серый 1 2 3 1 2 а лишний раз поход зелен тогда сделал не всех это мнению вы мне не нравится руки это было легче мы думал количество попыток ограничен только временем и очередь драконные склеп нижнего мира не знаю что там нас ждет но мне это не очень кажется привлекательным поэтому я закончу вот здесь данную серию сделал быстрое сохранение чтобы просто можно продолжить следующий раз тык и все и на этом я благодарю за внимание оставляйте свои комментарии до новых встреч в следующих сериях и немножечко для сведения тык 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 тык